Пойдемте, дети мои Красавец Ребята, всем привет, 13 августа, мы вышли с вами на море Видео мы начали от котельни, потому что тут у нас встреча назначена Сейчас быстренько с Максом подкрутим, чтобы сильно дорого не было этой зимой Смотрите, как красиво, желтенькая луча, рябина Смотрите, какие грозди И дальше у нас идет луча, луча, прикольно Просто джунгли лучи, посмотрите, тут красненькая Жалко, что это... О, это там вишня Вишня или олыча? Не, это тоже олыча Ничего себе, посмотрите Посмотри, Максим, вся эта улица в олыче Прикольно Смотрите, через дорогу вот там лес И тут тоже, посмотрите, все в олыче Так, сегодня я смотрю, полный штиль И немножко даже купаются люди Погода хорошая, тепло Вот такая ситуация сегодня Море очищается Я обманула, вода холодная Любовь моя Красивая история Люблю тебя, я думаю, и обратно Люблю тебя, я думаю, и обратно Солнце тонуло в море, шли облака на юг Парни над головою, в берегах на юг Женщина для достатка, женщина для любви Таила слой на мозг в руках моих У нас в Каубере тоже весело Маша, 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 где же ты, где? Вон и ласкают, но славы искают Маша, 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 где же ты, где? Только брехи на воде Маша, Маша, Маша Маша, 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 Маша Ответить мне, что судьбой давно Пусть об этом знать не суждено Может быть, за порогом растраченных лет Я найду этот город, которого нет Так для меня горит началь Как вечный снаб забытых истин Мне до него последний шаг И этот шаг Длинней в жизни Так прикольно сидела в кафе, меня узнала женщина Подошла, поздоровалась Наталья, вам большой привет Такая хорошая сегодня атмосфера ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Титабрита Мак, танцуй Песня классная Я могу пить тесто. Я могу пить тесто. Камера не передает. Я могу пить тесто. 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 Потому что это Юрмала. Никогда не угадаешь. А когда ехали в Майере, наоборот, писала. Там 23 или 24 градуса, тепло. А в итоге, видите, мы замерзли. Поэтому вот сегодня, видите, перестраховалась Вера. Видите, у нас каждый год на этом пятачке привязана лошадь. Вот она. Сегодня к ней даже люди подошли покормить. У нее почему-то передние лапы. Лапы, ноги, копыта привязаны. Не знаете почему? Она и так привязана, еще и ноги привязаны. Господи. Давай сделаем видео, какая у нас тут прелесть. Какая красивая лошадь у нас тут. Люди принесли хлебушка. Наверное, все, что дома было, принесли. Такую красавицу. Целый день она тут стоит. Нельзя, максим опасно. Мы же не знаем, что у нее на уме. Скажу, я целый день тут сижу, кушаю траву. Интересно, у нее есть где-то вода? Или ей приносят? Бедный конь. Да, его сюда приводят специально, чтобы пощипал травку. Чтобы вот здесь вот все пощипал. Чтобы не надо было косить. Да? И вот он сейчас тут все покушает, и потом ему другое место найдут. На него мухи сейчас съели. Съели мухи, да. Ладно, пойдем, не будем ее дразнить. Так, наверное, целый день кто-то подходит. Пойдемте, дети мои. Красавец. Это все о нашей деревнушке. К огурях. Вот она наша конь. Наш конь. Медвый. Вот видите, как привязаны две первые лапы. Вот мне интересно, сейчас люди покормили, а где же у нее вода? Все-таки как вот поет, не поет. Так, все, наша сегодняшняя прогулка заканчивается. Идем. Идем, идем, идем. Максимум маленькую домой. Проходим, как всегда, по нашей улочке вдоль магазинчиков. Такое ощущение, что это живая музыка каждые выходные. Потому что люди сидели рядышком, знакомые, спрашивали, а вчера кто пел. Так что надо в выходных заглядывать. Кстати, ребят, сегодня 13 августа. Хочу, пользуясь случаем, передать привет Беларусь. Поздравить свою сестру с днем рождения. Пожелать ей всего самого-самого. Мы тебя очень сильно любим. И, возможно, скоро приедем. Сестра старше меня, но почему-то старушка. Всегда у нее я. И сестра у меня многодетная мать. Кстати, я могу вам попозже рассказать, ради интереса, как она жила в Латвии и как она живет сейчас в Беларуси. Тоже очень интересно получается. Ни в коем случае я никому не говорю, там, где хорошо, где плохо. А просто так, ради... Ну, канал же обо мне, о моей жизни. Сестра – это тоже часть моей жизни. Поэтому, если интересно, могу рассказать, как многодетная мать себя чувствует в Беларуси и как она чувствовала себя в Латвии. А то мне сегодня один умник уже написал. Вы тут никогда не были. Вы не представляете, как там все плохо. Там, да? Вот. Поэтому я уже на языке прям чешется, чтобы рассказать это. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...